Вы сейчас убрали предвыборную агитацию за одного из кандидатов в мэра. Почему в том же месте лежит предвыборная агитация за другого кандидата в мэра Москвы? Объяснили, пожалуйста. Пожалуйста, вызывайте. Я посмотрю на это. Пошли. Так, у нас посторонние входят и безопасничают. Здравствуйте, это я, Безобразничаю. Я не Безобразничаю, смотрите, видите, тут предвыборная агитация за кандидата Собянина, а он на главном основании здесь находится. На каком законном основании, если она здесь находится на законном основании? Покажите свой документ. В смысле, какой документ? Я вам никаких документов не обязан показывать. Я не обязана, вы что меня снимаете? Я давала право на интервью, на то, чтобы меня снимали, вы кто такой? Вы понимаете, я сейчас вызову органы. Да замечательно вызывайте. Сейчас, подождите, вот объясните. Снял всю идею? Нет, подождите. Я не понимаю, на каком основании здесь находится агитационный материал за кандидата Собянина. Но при этом... Что это согласовано? С кем согласовано? Объясните, пожалуйста. Кто такой? Я гражданин Российской Федерации. Я тоже. Отлично. Вот меня интересует, существует избирательное законодательство? В соответствии с избирательным законодательством... В соответствии с избирательным законодательством, если есть место, в котором размещаются агитационные материалы у нас одного из кандидатов, то на том же самом месте... Простите? Нет, я пришел сюда не агитировать. Я, да, что-то бумажкам присыл. Ну, так убедите эти бумажки и все замечательно будет. Почему здесь размещаются эти материалы, а я не буду разместить материалы за другого кандидата? Вы понимаете, что это нарушение избирательного законодательства? Ну, вот женщина сейчас унесла на ее листовке, непонятно на каком основании. Не знаю. Я ничего... Так я никаких скандалов не устраиваю? Это почему-то... Это почему-то женщина устраивает скандалы. Я пришел на самом деле сюда за выпиской. За выпиской из новой книги. С какими вообще не надо разговаривать? А с какими надо? Да нет, слушай, я не уйду отсюда, я имею право тут находиться.